Глава 4. Красное море. Днём 29 января остров Цейлон скрылся за горизонтом. Наутилус со скоростью 20 миль в час лавировал в лабиринте проливов между Мальдивскими и Лакадивскими островами. Мы обогнули остров Китан кораллового происхождения, открытый в Аскадагама в 1499 году. Один из главных 19 островов Лакадивского архипелага, лежавшего между 10 градусами и 14 градусами 30 минутами северной широты и 69 градусами и 50 градусами 72 минутами восточной долготы. Мы сделали, стало быть, с момента выхода из Японского моря 16220 миль или 7500 лье. На следующий день, 30 января, когда Наутилус всплыл на поверхность океана, островов уже не было видно. Он держал курс на северо-северо-запад по направлению Каманскому заливу, который лежит между Аравией и Индийским полуостровом и служит выходом в Персидский залив. Очевидно, это был закрытый залив, не имевший выхода в море. «Куда же вел нас капитан Немо?» Я не мог этого сказать. Такой ответ не удовлетворил бы канадца, который именно в этот день спрашивал меня, куда же мы держим путь. «Мы держим путь туда, мистер Лэнд, куда ведет нас фантазия капитана». «Фантазия капитана не может завести нас далеко», – отвечал канадец. «Персидский залив не имеет другого выхода. Если мы войдем в него, нам придется возвращаться обратно тем же путем». «Ну что ж, и возвратимся, мистер Лэнд. Если после Персидского залива Наутилус пожелает посетить Красное море, то Баб-Эль Мандепский залив всегда к его услугам». «Позвольте, господин профессор», – отвечал Нэт Лэнд. «Но Красное море, как и Персидский залив, не имеет другого выхода». «Суэцкий перешейк еще не прорыт». «Да и будь он прорыт, неужто такое законспирированное судно, как наше, отважилось бы вступить в канал, перекрытый шлюзами?» «Стало быть, Красное море не тот путь, который приведет нас в Европу». «Но я же не говорил, что мы идем в Европу». «Что же вы полагаете?» «Я полагаю, что, посетив воды, омывающие берега Аравии и Египта, Наутилус возвратится в Индийский океан, либо через Мозамбикский пролив, либо мимо Маскаренских островов, и достигнет мыса Доброй Надежды». «Ну-с, а когда мы достигнем мыса Доброй Надежды?» С особенной настойчивостью спросил канадец. «Обогнув мыс Доброй Надежды, мы войдем в Атлантический океан. В этих водах мы еще не бывали. Послушайте, друг Нед, неужели вам наскучило подводное плавание? Я же буду крайне огорчен, если наше увлекательное путешествие неожиданно окончится. Не всякому выпадет на долю такая удача». «Но не забывайте, господин Аронакс», отвечал канадец, «что вот уже три месяца мы живем пленниками на борту наутилуса?» «Я этого не помню, Нед, не хочу помнить. На борту наутилуса я не считаю ни часов, ни дней». «Но чем все это кончится?» «Кончится в свое время. Кстати, мы бессильны ускорить наступление конца, и споры на эту тему напрасны. Если б вы, Нед, сказали мне, представился случай бежать, я обсудил бы с вами шансы побега. Но такого случая не представляется, и, говоря откровенно, я не думаю, чтобы капитан Немо когда-либо рискнул войти в европейские моря». Что касается Неда Лэнда, он закончил разговор в форме монолога. «Все это хорошо и распрекрасно, но, по моему мнению, в неволе ничто в сердце не радует». В течение четырех дней до 3 февраля Наутилус плавал в Аманском заливе с различными скоростями и на разных глубинах. Казалось, он шел на удачу, как бы колеблясь в выборе пути, но ни разу за это время мы не пересекли тропи Крака. Выходя из Аманского залива, мы на короткое время увидели Маскат, главный город протектората Аман. Я был очарован живописным расположением города среди черных скал, на фоне которых резко выделялись белые стены зданий и крепостей. Четко вырисовывались круглые купола мечетей, изящные шпили минаретов, радовала глаз свежая зелень набережных, спускавшихся террасами к самому морю. Но это было лишь мимолетное видение, и вскоре Наутилус погрузился в глубины этих угрюмых вод. Затем мы прошли на расстоянии шести миль от Аравийских берегов, мимо Хадрамаута, вдоль волнистой гряды прибрежных гор с развалинами древних храмов. На конец 5 февраля мы вошли в Аденский залив, настоящую воронку, вставленную в горлышко Баб-эль-Мандепского пролива, через которую воды Индийского океана вливаются в Красное море. 6 февраля Наутилус шел в виду города Адена, расположенного на скале, далеко выступающей в море, и соединенный с континентом узким перешейком, настоящим аравийским Гибралтаром. Будучи захвачен англичанами в 1839 году, он превратился в неприступную крепость. Промелькнули вдали восьмигранные минареты этого города, который, по сказанию историка Эдризи, был некогда самым оживленным и богатым торговым пунктом на всем побережье. Я был уверен, что капитан Немо дойдет до этих мест и повернет обратно, но, к моему удивлению, я ошибся. На следующий день, 7 февраля, мы вошли в Баб-эль-Мандепский пролив, что по-арабски означает «врата слез». При 20 милях ширины этот пролив в длину насчитывает всего 52 километра, и Наутилус, дав полный ход, в один час прошел это пространство. И мне не удалось увидеть даже берегов острова Перим, захваченного англичанами с целью установить господство Адена над морем. Слишком много английских и французских пароходов, связующих Суэц с Бомбеем, Калькутту с Мельбурном, остров Бурбон с островом Святого Маврикия, бороздило воды этого узкого пролива, чтобы Наутилус попытался всплыть на поверхность. Поэтому мы благоразумно держались под водой. Наконец, в полдень мы вошли в воды Красного моря. Красное море. Прославленное озеро библейских преданий. Никогда не проливаются ливни над его водами. Никакая многоводная река не пополняет его водоем. Ежегодное испарение его вод понижает на полтора метра уровень его поверхности. Удивительный залив. Будучи замкнут со всех сторон подобно озеру, он может статься совершенно бы высох. В этом отношении он находится в худшем положении, нежели Каспийское и Мертвое моря, уровень которых понижался только до тех пор, пока их испарение не уравновесилось суммой вливающихся в них вод. Красное море простирается на 2600 километров в длину при средней ширине в 240 километров. Во время Птолемеев и римских императоров оно было главной артерией мировой торговли. Открытие Суэцкого канала вернет ему былое значение, которое уже отчасти восстановлено с проведением железных дорог. Я не желал искать причины, побудившие капитана Немо войти в этот залив, но я принял без оговорок возможность побывать в здешних водах. Мы шли средним ходом, то держась на поверхности, то погружаясь в глубины, чтобы избежать встречи с каким-либо судном. И я мог наблюдать это любопытное море и на поверхности, и в глубинах. 8 февраля на рассвете мы завидели Мокка, город, представляющий собой груды развалин, которые обрушиваются при одном звуке пушечного выстрела. Среди развалин тут и там зеленели финиковые пальмы. В былые времена город был крупным торговым центром. Там было шесть рынков, двадцать шесть мечетей и четырнадцать фортов, окружавших его кольцом в три километра. Наутилус приблизился к африканским берегам, где имеются глубокие впадины. Там, в глубинах кристаллических чистых вод, мы любовались сквозь хрустальные стекла окон прелестными кустистыми колониями ярко-красных кораллов, подводными скалами, усланными великолепным зеленым ковром водорослей. Незабываемое зрелище! Какие очаровательные пейзажи являют собой эти подводные рифы и острова вулканического происхождения, примыкающие к Ливийскому побережью! Но во всей своей красоте подводная флора и фауна предстала у восточных берегов, к которым Наутилус вскоре приблизился. То было у берегов Тихама, где эти зоофиты во множестве пышно распускались не только в морских глубинах, но и вздымались в причудливом сплетении на десять сажений поверх воды. Последние были более живописными, но менее красочными, чем первые, свежесть которых поддерживалась живительной влагой вод. Сколько чудесных часов провел я, сидя у окна в салоне, сколько новых образцов подводной флоры и фауны увидел я при свете нашего прожектора. Тут были грибовидные кораллы, актинии аспидного цвета, тубепариды, восьмилучевые кораллы, похожие на флейты, ожидавшие, казалось, лишь дуновение пана, бесчисленные глубоководные организмы, характерные для здешних вод. Мадрипоровые кораллы, основные компоненты коралловых рифов, дающие в своей пористой ноздреватой массе приют богатейшей фауне. Наконец, тысячи разновидностей еще не встречающиеся мне обыкновенной морской губки. Класс губок, первый из группы полипов, получил свое название от любопытного продукта, полезность которого бесспорна. губка отнюдь не растение, как думают еще некоторые натуралисты, а самый низший тип многоклеточных животных, стоящих на более низкой ступени развития, чем даже кораллы. Принадлежность губок к животному миру не подлежит сомнению, и нельзя поэтому согласиться с древними, которые относили губку к промежуточным формам между животными и растениями. Но я должен сказать, что натуралисты до сих пор не пришли к согласию относительно строения губок. По мнению некоторых, это целая колония микроскопических организмов. Другие же, как Миль Эдвардс, считают, что каждая губка самостоятельное животное. Класс губок включает много сот видов, которые водятся только в морях, за исключением семейства пресноводных или бодяг. Но чаще всего губки встречаются в водах Средиземного моря, греческого архипелага, у берегов Сирии и в Красном море. Там главным образом водятся тончайшие туалетные губки, цена которых доходит до 150 франков за штуку, золотистая сирийская губка, жесткая берберийская и так далее. Но раз я не мог изучать этих зоофитов в пределах Леванта, от которого нас отделял Суэцкий перешейк, приходилось удовольствоваться лицезрением их в водах Красного моря. Я позвал Конселя и мы оба глядели в окно, в то время как Наутилус медленно шел на глубине 8-9 метров под уровнем моря, мимо живописных подводных утесов восточного берега. Тут росли губки всех видов, губки ветвистые, листоватые, шаровидные, лапчатые. Поистине своей формой они оправдывали названия корзиночки, чашечки, прялки, лосирок, львиная лапа, павлиний хвост, перчатка Нептуна, которыми одарили их ловцы губок, более поэтически настроенные, нежели ученые. Волокнистая ткань губок, насыщенная студенистым веществом, благодаря подвижным жгутикам клеток, выстилающих внутреннюю полость, постоянно обмывается водой, которая поступает через вводящие поры и выходит наружу, через выводное отверстие, так называемое устье. Вещество губки разлагается после отмирания и, разлагаясь, выделяет аммиак. Когда процесс распада студенистого вещества завершается, и все живые ткани выгнивают и вымываются водой, от животного остается только роговой скелет, постепенно приобретающий золотисто-соломенный цвет и мягкость, из которого и состоит обыкновенная туалетная губка. Смотря по степени своей упругости, водонепроницаемости или прочности при вымочке, губка применяется для разных надобностей. Губки лепились по скалам, прикреплялись к раковинам моллюсков, даже к стеблям гидроидов. Они гнездились в расселенных скал, слались понизу, ползли вверх, свисали точно коралловые полипы. Я объяснил канцелю, что губки собирают двояким способом, драгами и вручную. Ручной способ считается лучшим, потому что губки плотно прирастают к твердому грунту и обитают на небольших глубинах, доступных ныряльщику, который отрывает их осторожно, без повреждения ткани, что неизбежно при ловле драгой. Губка, добытая вручную, высоко ценится. Среди зоофитов, кишевших вокруг зарослей губок, больше всего было медуз чрезвычайно изящной формы. Моллюски были представлены разного рода кальмарами, которые, по данным Дорбеньи, свойственны водам Красного моря. Из присмыкающихся тут водились морские, так называемые суповые черепахи, из которых готовили вкусные и тонкие блюда. Что касается рыб, они населяли здешние воды в изобилии. Я назову рыб, которые чаще всего попадались в наши сети. Скаты, в том числе лима овальной формы и кирпичного цвета, усеянные неравной величины голубоватыми пятнами с двойным иглообразным шипом. Хвостокол арнак с серебристой спиной, шиповатый скат с колючим хвостом и другие громадные скаты, широкие мантии которых длиной в два метра развиваются среди волн. Адоны, совершенно лишенные зубов, из хрящевых рыб, близки к акулам, кузовки драмадеры, у которых горб оканчивается загнутым шипом длиной в полтора фута, уши в ней настоящие мурены с серебристым хвостовым плавником, голубоватой спиной и коричневыми грудными плавниками, окаймленными серым кантиком, феатолы, виды строматеев, испеченные узкими золотистыми полосками и украшенные тремя цветами Франции, гарамисы длиной в 40 см, великолепные толстоголовки, примечательные семью поперечными полосками отменного черного цвета, с плавниками голубого и желтого цветов, золотой и серебряной чешуей, центроподы, султанки с желтыми плавниками и хохолком, зеленобрюшки, губаны, спинороги, колбни и тысячи других рыб, которые уже встречались нам во время плавания. 9 февраля Наутилус шел в самой широкой части Красного моря между Суакином на западном берегу и Нкумфунда на восточном. Находящимся на расстоянии 190 миль друг от друга. В полдень того же дня после установления координат капитан вышел на палубу, где в то время находился я. Я решил воспользоваться случаем и выведать у капитана Немо хотя бы приблизительно, каковы его дальнейшие намерения. Увидев меня, он сразу же пошел ко мне, любезно предложил сигару и сказал «Ну-с, господин профессор, как вам понравилось Красное море? Удалось ли вам наблюдать чудеса, скрытые в его водах? Рыб, зоофитов, цветники из губок и коралловые леса?» «Ну-конечно, капитан Немо», отвечал я. «Инаутилус чудесно приспособлен для подобных наблюдений. Какое умное судно!» «Да, сударь, умное судно, отважное и неуязвимое. Оно не страшится ни бурь, свирепствующих в Красном море, ни его течений, ни его подводных рифов». «В самом деле, сказал я, Красное море считается одним из самых опасных, и, если не ошибаюсь, в древние времена оно пользовалось дурной славой». «Дурной, господин Аронакс!» Греческие и лантийские историки отзываются о нем весьма нелестно. Страбон говорит, что во время посадных ветров и в период дождей оно особенно неприятно. Арабский историк Эдризи, описывая Кальзумский залив, подразумевает под этим вымышленным названием Красное море. По его словам, корабли во множестве погибали на его песчаных отмелях, и ни один капитан не решался плавать по нему ночью. Он говорит, что на Красном море бушуют страшные ураганы, оно усеяно негостеприимными островами и не представляет собой ничего хорошего ни на поверхности, ни в глубинах. Такого же мнения о Красном море Ариан, Агатоархит и Артемидор, историки Древней Греции. Видно, что эти историки не плавали на борту Наутилуса, отвечал я. Само собою, улыбаясь, сказал капитан. Впрочем, в области судостроения наши современники ушли недалеко от других. Несколько веков понадобилось, чтобы открыть механическую силу пара. Кто знает, появится ли даже через сто лет второй Наутилус. Прогресс движется медленно, господин Аранакс. Совершенно верно, отвечал я. Ваше судно опережает свою эпоху на целый век, если не на целые века. Как жаль, что такое открытие умрет вместе с изобретателем. Капитан Немо ничего не ответил. После нескольких минут молчания он сказал. Мы говорили, как помнится о том, какого нелестного мнения были историки древнего мира о Красном море. А вы находите, что их опасения были преувеличены? Спросил я. И да, и нет, господин Аранакс, отвечал мне капитан, по-видимому, в совершенстве изучивший свое Красное море. Но что не представляет опасности для современного судна, хорошо оснащенного, солидно построенного, вольного избирать тот или иной путь благодаря паровым двигателям, было чревато всякого рода опасностями для судов древних мореплавателей. Надо бы вообразить себе этих первых мореходцев, пускавших в плавание на утлых дощатых барках, скрепленных пальмовыми ветвями, проконопаченных древесной смолой и смазанных жиром дельфина. У них не было никаких приборов для определения курса корабля. Они плавали по воле ветров и течений малоисследованных морских пространств. В этих условиях кораблекрушения были и не могли не быть обычным явлением. Но в наши дни пароходы, которые курсируют между Суэцким перешейком и морями Южного полушария, не имеют причины опасаться гневливости Красного моря, несмотря на противные муссоны. Капитаны и пассажиры не приносят уже перед отплытием искупительных жертв и по возвращении увешанные гирляндами цветов с золотыми повязками на голове, не спешат в храмы благодарить богов за благополучное окончание путешествия. «Верно, сказал я, и мне кажется, что пар убил чувство благодарности в сердцах моряков. Вы, по-видимому, основательно изучили это море, капитан. Не скажете ли вы, почему его называют Красным?» По этому поводу, господин Аронакс, существует много различных толкований. «Угодно вам знать мнение одного летописца XIV века?» «Прошу вас». Старый фантазер уверяет, что название «Красное» было дано морю после перехода израилетян, когда преследовавший их фараон погиб в его водах, сомкнувшихся по словам Моисея и в знак, что чудо совершилось в багрец все море превратилось и ныне чудо поминая то море Красным называют. «Толкование поэта», отвечал я, «но в данном случае, капитан Немо, на слова поэтов я не полагаюсь». «Видите ли, господин Аронакс, по моему мнению, названия «Красное море» являются переводом еврейского слова «Эдом», и древние дали такое наименование этому морю благодаря особой окраске его вод. «Однако я не вижу какой-либо особой на окраске», сказал я. «Воды, как и во всех морях, прозрачны и не имеют красноватого оттенка». «Совершенно верно, но войдя в глубину залива, вы заметите одно странное явление. Однажды мне случилось видеть в бухте Тор, как вода стала такой красной, точно передо мной было озеро крови». Чем же объясняется такое явление? Присутствием микроскопических красящих водорослей? Именно! Это результат выделения микроскопических растений, известных под названием триходесми. «Чтобы покрыть пространство в один квадратный миллиметр, потребуется сорок тысяч таких организмов. Вам тоже доведется, может быть, наблюдать это явление, когда мы войдем в бухту Тор». «Стало быть, капитан Немо, вы не впервые плаваете по Красному морю на борту Наутилуса». «Не впервые, сударь». Вы упомянули в переходе израилетян через Красное море о катастрофе, постигшей египтян. Позвольте вас спросить, капитан, вы не полюбопытствовали исследовать подводами место этого замечательного исторического события? «Нет, господин профессор, и по вполне понятной причине». «А именно, то самое место, где Моисей якобы прошел со своим народом, так обмелело, что верблюды проходят по нему, едва замочив ноги. Вы понимаете, что для моего Наутилуса тут слишком мелководно?» «А где это место?» спросил я. «Оно находится немного повыше суэца, в рукаве, который в те времена, когда Красное море простиралось от горьких озер, представлял собой глубокий лиман. Будь то легенда или истинное событие, но по преданию именно тут прошли израилетяне, следуя в обетованную землю, и войско фараона погибло на этом самом месте. Я думаю, что при археологических раскопках нашлось бы множество египетского оружия и прочих инструментов. Надеюсь, что археологи рано или поздно предпримут такие раскопки. Дайте только открыть Суэцкий канал, и вы увидите, какие тут понастроят города. Ну и для такого судна, как Наутилус, такой канал совершенно бесполезен. Несомненно, сказал капитан. Но канал полезен для всего мира. Древние хорошо понимали, как важно для торговых сношений установить сообщения между Красным и Средиземным морями. Но они не догадались прорыть Суэцкий перешеек, а избрали более длинный путь, соединив Нил с Красным морем. Весьма вероятно, что работы по прорытию канала были начаты, если верить преданиям, при фараоне Сизострисе. Но достоверно известно, что уже в 615 году до нашей эры фараон Неха предпринял работы по проведению канала несущего воды Нила в Красное море через ту часть египетской низменности, которая обращена к Аравии. При сооружении канала исходили из того расчета, что суда могли бы пройти от Нила до Красного моря в 4 дня, а ширина его была такова, что 2-3 ремы могли бы рядом плыть по нему. Строительство канала продолжалось при Дарьи, сыне Гистапса. И закончилась надо полагать при Птолемее 2-ом. Страбон видел суда проходившие по каналу, но недостаточная глубина канала, начиная от Бубаста и до самого Красного моря, ограничивала срок навигации весенними месяцами, связанными с разлитием Нила. Канал служил торговой артерией до века Антонинов. Потом канал пришел в упадок, обмелел и стал несудоходным. По велению халифа Амара он был восстановлен и, наконец, в 761 или 762 году был окончательно засыпан халифом Аль-Манзором с целью прекратить подвоз продовольствия для войск, восставшего против него Мохаммеда бен Абдуллаха. Генерал Бонапарт во время своего египетского похода напал на следы этого канала в пустыне возле Суэца и, застегнутый приливом, едва не погиб тут в нескольких часах пути до Ганжирота и на том же самом месте, где Моисей раскинулся лагерем тому 3300 лет назад. Ну что ж, капитан, то, что не удалось сделать древним, а именно соединить между собой два моря и тем самым сократить на 9000 километров путь из Кадиса в Индию, сделает Лесепс. Может статься, он обратит африканский материк в огромный остров. Да, господин Аронакс, вы имеете право гордиться своим соотечественником. Этот человек делает честь нации и даже в большей степени, чем самые прославленные капитаны. Он начал, как и многие стреволнения и неудач, но все же восторжествовал, ибо у него гениальная воля. Грустно думать, что творение, которое могло быть достоянием международным и гордостью целого государства, созданное энергией одного человека. Честь и слава Лесепсу! Честь и слава великому гражданину! Сказал я, удивленный выспоренностью тона капитана Немо. К сожалению, продолжал капитан, я не могу показать вам советский канал. Но послезавтра, когда мы войдем в Средиземное море, вы увидите длинную линию дамб у порт Саида. В Средиземное море? скричал я. Да, господин профессор, вас это удивляет? Меня удивляет, что мы через день будем там. Ах, вот оно что! да, капитан, я удивлен, хотя, плавая на борту наутилуса, пора бы перестать удивляться чему бы то ни было. Но все же, что именно вас так удивило? Какую же скорость должен развить наутилус, чтобы в один день перенести нас в Средиземное море, обойдя африканский материк и обогнув мы с доброй надежды? Кто вам сказал, господин профессор, что мы обойдем Африку и станем огибать мы с доброй надежды? Помилуйте, если наутилус не поплывет по суше и не пронесется по воздуху над суэцким перешейком, или под ним, господин Аронакс? Под перешейком? Разумеется, спокойно отвечал капитан Немо. Природа давно уже соорудила под этой полоской земли то, что люди сооружают теперь на ее поверхности. Как? Неужто есть подземный проход? Да, подземный проход, названный мною аравийским туннелем. Он начинается под Суэцем и доходит до Пелузюма. Но ведь Суэцкий перешейк образовался из наносных песков до известной степени, но на глубине 50 метров уже начинается неколебимый гранитный слой. И вы случайно обнаружили подземный проход? Спросил я, все более и более удивляясь. И случайно, и обдуманно, господин профессор. И помог тут не столько случаев, сколько пытливость ума. Слушаю вас, капитан, и не верю своим ушам. Ах, сударь! ауэрис хаббент эт нон аудиент. Это свойственно всем временам. Подземный проход не только существует, но и служит водным путем. Не однажды я уже пользовался им. Иначе я не решился бы сейчас войти в замкнутое Красное море. Быть может, я буду не скромен, спросив вас, как вы обнаружили этот тоннель? Сударь, отвечал капитан Немо, какие тайны могут быть между людьми, связанными навсегда? Я сделал вид, что не понял намека и ожидал, что скажет капитан Немо. Господин профессор, начал он, пытливость натуралиста навела меня на мысль, что под Суэцким перешейком должен существовать проход, никому не известный. Я заметил, что в Красном море и в Средиземном встречаются совершенно одинаковые виды рыб, как то ошибень, губан радужный, долгопер. Установив этот факт, я задал себе вопрос, нет ли сообщения между этими морями? Ежели оно существовало, то ввиду более высокого уровня воды в Красном море подземное течение непременно должно было бы брать свой исток оттуда, а не из Средиземного моря. Чтобы проверить себя, я выловил в большом количестве разных рыб в водах крест Суэца. Я надел каждой рыбке по медному кольцу на хвост и пустил их в воду. Спустя несколько месяцев у берегов Сирии все эти попались рыбы с моими опознавательными кольцами. Подземное сообщение между двумя морями было доказано. Я пустился в поиски прохода, отыскал его, рискнул ввести в него свое судно и через короткое время вы, господин профессор, переправитесь через мой аравийский туннель.